Когда церковь теряет свою суть проповеди Евангелия, она теряет силу. Она теряет свою власть. Изумительные чудеса, которые я видел, они не происходят, пока я сижу в церкви. Они не происходят, пока я смотрю телевизор дома. Они не происходят, когда я просто хожу по улице или сижу в своем офисе. Но они всегда происходят. Они все происходят, когда я начинаю провозглашать славу Бога, когда я начинаю проповедовать силу Бога, и славу Евангелия Иисуса Христа. Church, if you want to see the power of God, preach the gospel. If you want to see miracles, preach the gospel. If you want to change the world, preach the gospel. The responsibility is on you. On you. Not me. Not me. It's you. It's you. God has called you. God wants to show you his power. God wants to show you his glory. If you want to see miracles, preach the gospel. If you want to see the power of God, you. You. Not me. You. Not your pastor. Not me. You. Preach the gospel. And the Bible says, you'll see the power of God. You'll see the miracles. If you want to be healed. If you want to be healed. Don't look at me. Preach the gospel. Preach the gospel. And God will heal you. If you want to be set free. If you want the power of God. If you want to see the demonstration of God's power. Preach the gospel. And immediately, God will respond. In power. In glory. You know, I've had the most incredible life. I can't stop. Because the power of God gets bigger every day. God becomes more powerful every day. But I want to see. I want to see down here. I can't wait to get to heaven. I don't want to go to heaven. I don't want to go to heaven. I want to see God's power down here. I don't have time to die. I don't have time to be sick. I've only got time to preach the gospel. I've only got time to preach the gospel. And I'll tell you something. The more I preach the gospel. The more I meet with God. The more I see of the power of God. The younger I get. The more I'm getting. Church, wake up. Church, wake up. Church, wake up. You have power to change the world. Ты имеешь власть, чтобы изменить мир. Ты имеешь власть, чтобы изменить свою страну. Я верю, что Бог привел меня в Украину только по одной причине. Не ради меня самого. Я не изменю вашу страну. Вы измените свою страну. Вы будете призывать силы Бога. Вы научитесь молиться. И у вас есть причины для молитвы. Вам необходим мир в вашей стране. Вам необходимо избавление от власти врага. Тогда молитесь. Молитесь. Где я научился молиться? Две вещи в моей жизни. Когда был рак. Куда я пошел? К кому я обратился? Я не знал ни одного проповедника. В Англии, которые верили так, как я. Я не просил никого возлагать руки на меня. Я знаю Бога. Я знаю Иисуса. Я знаю Его лично. Я никогда не забуду свою первую поездку в революционный центр Дэвида Вилкерсона в Нью-Йорке. И эти молодежь, наркоманы, там, проходили реабилитацию. Они получали освобождение от наркотиков. И один из этих наркоманов, бывших, он сделал такую надпись на стене. И вот что там было сказано. Я знаю, что Иисус жив. Халлелуя. Я знаю, что Иисус жив. Но это еще не все. Важно. Вторая часть, которая была написана ниже. Он написал, я знаю, что Иисус жив. Потому что я говорил с Ним сегодня утром. Понимаете? Одно сказать это по вере. Я знаю, что Иисус жив. Но общаюсь я не с мертвым. Я не разговариваю с мертвым. Этот парень в Нью-Йорке он разговаривал не с мертвецом. Он сказал, я знаю, что Иисус жив. Потому что я общался, я разговаривал с Ним сегодня утром. Разве это не чудо? Но используем ли мы это? Вы знаете, самое важное в моей жизни это даже не чудеса. Это не исцеление. Это не нахождение здесь. Это не моя семья. Вы знаете, самое важное в моей жизни это тот факт, что я знаю Иисуса лично. И я разговариваю с Ним. И Он отвечает мне. Знаешь ли ты Иисуса вот так? И трагедия вот в чем. И это трагедия. Так многие христиане не имеют таких отношений с Богом посредством Иисуса. У меня нет времени рассказывать вам историю того, как Бог стал реальным для меня, настолько, когда я был в тюрьме. Но я скажу вам вот что. То, что научило меня валиться. Умирая от рака. И когда некому было обратиться. Если ты дома, умираешь от рака, к кому можно обратиться? Первый, кому бы я обратился, это к Иисусу. И когда я был наедине. И когда я был в одиночестве. И не было никого, кому бы я мог пойти и сказать, помолись со мной. Я общался с Иисусом. И я пришел в отчаяние. В отчаяние. Прежде чем я получил окончательное исцеление от рака легких, я отказался от всякого медицинского лечения. Потому что я верил в Бога. И я верил в чудеса. И я молился три месяца. И я не получил исцеление. Почему я не получил исцеление мгновенно? Если ты и я молимся вместе, ты можешь получить исцеление мгновенно. Может быть, я не увижу тебя завтра. И чудо должно произойти сейчас. Но почему Бог прождался так долго, перед тем, как исцелил меня? Что я тебе скажу? Он хотел поговорить со мной. И Он хотел, чтобы я говорил с Ним. И три месяца мы общались. И через три месяца нечто случилось. Я был в Германии. Я был не дома тогда. И мне нравится подниматься в горы, если нет гор, на холмы для молитвы. И неподалеку от дома, где я остановился, находился довольно высокий холм. И вечером, когда все уже легли спать, я поднялся, чтобы молиться туда. И я поднялся на этот холм, и я пиял к Богу, прося Его о чуде. Я спустился вниз. И пошел в свою комнату. Я лег в постель. И я понял, что я умираю. Потому что, когда у тебя, если вы хотите быть здоровым, рак легких, не стоит карабкаться по холмам. И когда я лег в постель, я не мог дышать. У меня все мои дыхательные пути были заблокированы. И я не мог даже позвать на помощь никого. У меня не было голоса. И я не мог дышать. И я знал, что в тот момент я умираю. И в сердце, и в разуме я просто возопил к Богу. И чудо произошло. Произошел, как взрыв внутри меня. И вся эта опухоль раковая вышла через рот. И вышло столько всего, что пришлось сжечь кровать. И вот эта дама здесь, она находилась там, когда это произошло. И, странно, я умерла сообщение. Просто, когда я приехал в службу в ночи, I had a message for the other lady who saw the miracle. Что произошло? Я научился молиться. Я научился молиться. тот год, который я провел в тюрьме. Это был лучший год в моей жизни. Вы знаете, я нашел Бога в тюрьме так, как я никогда не знал Его в церкви. Или у себя дома. Или среди семьи. И я научился молиться. Я молился со страстью. С эмоциями. Я не копировал чьи-то слова. Я молился от сердца. И Бог ответил мне. Точно так же, как когда у меня был рак. Бог меня освободил. Вы видите, Бог отвечает на молитвы. Но я скажу вам, почему я это рассказываю? Потому что я хочу растрясти вас. Я хочу, чтобы вы поняли Ту силу, которую у вас есть от Бога. Ту силу, которая дана всем людям. И даже женщинам. И иногда женщин больше власти пред Богом, чем даже у мужчин. Позвольте бросить вам вызов. Почему бы вам не использовать эту силу? Почему бы вам не начать видеть эти чудеса? Почему бы вам не начать проповедовать Евангелие? Вы увидите больше силы Божьей, чем я. И может быть, проживете дольше, чем я. Но необходимо проповедовать Евангелие. Сила Божья в Евангелии. И я напомню вам лишь еще один стих, перед тем, как закончу. Это в книге Даниила, в 11 главе. В 32 стихе. А те, кто знает своего Бога, люди в Украине, люди в этой церкви, знающие своего Бога, будут делать больше, чем Дэвид. Это в вашей Библии. Это в вашей Библии. Прочтите. Люди в Украине, люди в вашем городе, люди в вашей церкви, которые реально знают Бога, will be the strongest, the most powerful, people in the church, people in the nation, and they will do greater miracles, than David. Это в вашей Библии. Вы знаете правду? Ваша Библия была написана специально для украинцев. Но пастор, это правда. Но она и для меня была написана тоже. И для моего переводчика. Но она была написана для украинцев. И русских. И американцев. И англичан. Но я хочу, чтобы ты взял свою Библию. Чтобы ты взял силу Бога Библии. The God I know. The God I know. Is the God of the Bible. The God of power. Oh, hallelujah. Amen. Am I coming back here tomorrow? Я сюда вернусь завтра, да? Now then, I'm going to give you a challenge. Put all this to the test between now and tomorrow. Fill every empty seat. Давайте заполним все свободные места в этом зале. And I want to line outside. So long. That I can't get in the door. You can do it. And I'll preach the gospel. And the people will repent. And you'll have a full church. You'll have to find a bigger one. But you've got to do the work. Now I'm challenging you. If you know God. If you believe in the power of God. Bring the people in tomorrow. Bring at least one. No, at least two. No, no. At least five. Why not? Why not? Tell them they will see miracles. Don't say they're going to come and listen to a boring preacher. Uh-huh. All right. Tell them they're going to see miracles. Challenge them. Do you want to be healed? Come tomorrow night. Do you want to find Jesus? Come tomorrow night. Tell them this. Tell them this. Are you all listening? Right. I'll tell you what to say. Tell your friends. I want you to meet the man who changed my life. I want you to meet the man who changed my life. Who changed your life? Jesus. 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 Well, tell the people. I want you to meet the person that changed my life. Isn't that right? And bring them in. And they'll change their life. Now, if there's empty seats tomorrow night, I'm threatening, I'll walk home. No, 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 no. I'm not going to do it. You're going to do the work. Let me tell you something else. And let me tell you something else. Do you know? Somebody loved you so much. You know? Somebody loved you so much. He gave his life for you. He gave his life for you. He gave his life for you. Don't count tonight. Don't count. What can God do for me? You show what you can do for God. And what you can do. And what God wants you to do. Remember, God wants you to do this. God's telling you to do it. And I'll prove to you in a moment. God is telling you to do it. Is bring people to Christ. Go into all the world and preach the gospel. What are you going to do about it? What are you going to do? I'm challenging you. What are you going to do? Bring somebody here tomorrow. When you go home. Pray. Pray. I'll tell you what to pray. Please, Lord. Show me who to bring tomorrow. Both of them. Okay. Okay. And then pray. Lord, tell me what to say to them. Well, if you don't do anything else, literally tell them, I want you to meet the man who changed my life. I can tell you, he's very handsome. He's very beautiful. He's very young. I'll tell you how old he is. I'll tell you how old he is. I'll tell you how old he is. He's 33 years old. Yes, he is. He's 33 years old. He looks 33 years old. He looks 33 years old. But he's thousands of years old. But he's thousands of years old. Mm-hmm. Well, fancy. Do you mean to say your friends won't come for that? And you think, look, I'm going to introduce you to a man who looks 33 years old. And he's actually tens of thousands of years old. And he's not dead. He's alive. And he'll talk to you personally. But isn't that true? It is true. Well, then, you've got no excuse not to bring people. But this is what he's telling you to do. He said, go into the world. And preach the gospel. Amen. Let's pray together. Father, I pray in Jesus' name. That you would touch these people. Touch them tonight with your power. Show them the authority and the power of the gospel. Oh, God, let these people see miracles. Oh, God, give them the faith to believe. Let them expect to see miracles. Heal every sickness tonight. Forgive every sin. Change every life. Oh, God, show them how to talk to you. Oh, God, show them how to talk to you. Answer them. Answer them. In Jesus' name. Amen. 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 I want to talk to you about something that may appear a little controversial, but it's very, very important. You see, something happened in my life after my conversion and after my salvation through Jesus Christ. What happened is this. I realized the Bible says, Jesus said, when the Holy Spirit is come, he will convict the world of sin, of righteousness, and judgment to come. And I needed a baptism in the Holy Spirit. And even Jesus, after he was baptized in water, was baptized in the Holy Spirit. He said to the early church, wait in Jerusalem until you receive this baptism of fire. And so the baptism of the Holy Spirit literally is a baptism of fire. And I've written a book to tell you all about it. Please ask me. It's free if you'll only ask. This is Prophetic Vision. It's the most powerful prophetic magazine in Europe today. It's read by almost half a million people in 132 countries around the world. The important thing is that we're able to bring you news of revival and of the power of God from right around the world in so many different countries. And also, while on the television broadcast, you only see just a short edited program of my message, on this program, you're able to see and hear the whole of the message. So I want to encourage you to watch this program. I want to encourage you to watch this program. I want to encourage you to watch this program. I want to encourage you to watch this program. I want to encourage you to watch this program. I want to encourage you to watch this program. I want to encourage you to watch this program. I want to encourage you to watch this program. I want to encourage you to watch this program. I want to encourage you to watch this program.